Вы сказали диктатуру, я иду от ваших слов. Чья? В данном случае мы имеем абсолютно однозначную персоналистскую диктатуру, которая также, на мой взгляд, без всякого сомнения развалится после ухода в той или иной форме диктатора. Это диктатура Путина. Она крайне чувствительна к смене первого лица. И те предположения замечательных людей из путинского окружения, что они все сумеют сохранить и после ухода Путина, на мой взгляд, это даже не смешно. Это наивно. Что изменил 2020 год для этих недовольных, как вы думаете, в России? Моя точка зрения, что в этом году люди, я имею в виду в прошедшем году, люди поняли, что законным образом выразить свою точку зрения, получить своих политических представителей, им будет не просто затруднительно, а практически невозможно. Это будет людей подталкивать к иным способам выражения своего протеста. Мне достаточно интересно, каким способом будет в Государственной Думе 2021 года представлена та половина населения, которая бы хотела, чтобы Путин в 2024 году все-таки передал кому-нибудь власть. Неважно кому, но передал. Для вас это было, последний вопрос, для вас это было неожиданным, последнее расследование Беллинкейта по отравлению? Вот неожиданным, удивительным? Вы знаете, для меня скорее не расследование было удивительным. Расследование прекрасное, хотя я не согласен с обвинением людей в убийстве без доказательств. То есть доказано по нескольким людям, и нельзя расширять это на большее количество людей, чем то, по которым это конкретно доказано. Но то, что меня поразило, это, конечно, тупость власти. Ребята, ну это вот просто какая-то фантастика. Это не то, что поздний Брежнев. Это уже что-то следующее. Следующее.